This conference will now be recorded. 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 это села зеркала и дублестранец звука нету пишут коллеги попрошу еще разок давайте проверим плюсики в чат если есть звуки изображения нет никаких проблем николай спасибо вижу еще у кого-то есть звук изображение трансляция все хорошо мария екатерина никита благодарю спасибо пропадал вначале пишут татьяна но потом появился хорошо видимо речь идет в данном случае если у кого-то что-то пропадает у кого-то нет речь идет о канале скорее всего где-то на интернет-соединениях могут быть проблемы будем надеяться что это больше повторяться не будет довольно редкое явление и я постепенно перейду к наконец-то к нашей основной теме и так все зеркала и дубле страниц это как правило тема распак рассматривается в рамках частности у нас в рамках курса с его продвижения интернет ресурсов но в действительности с этим явлением с этой проблемой сталкиваются все владельцы интернет ресурсов попробую немножко раскрыть содержание и смысл этих понятий хотя вообще я думаю что все хорошо знают в области сео нет каких-то строго академических фундаментальных понятий в большинстве случаев это неформальные какие-то определения и чаще всего какие-то каждая группа специалистов может понимать под этими понятиями что-то свое мы попробуем дать им следующее определение частности дубли это ситуация возникающая тогда когда на одном каком-то интернет ресурсе может появиться два документа имеющий один идентичный контент или очень близкий по содержанию контент с очень незначительным отличием такие страницы мы можем назвать дублями внутренними внутренние дубли как я уже сказал это ситуация с страницами на одном и том же ресурсе похожими дублирующими друг друга по контенту бывают и внешние дубли ситуация довольно неприятная и с ней тоже нужно что-то делать так же как и с внутренними дублими почему что-то делать нужно я тоже расскажу сейчас внешние дубли могут возникнуть из-за копирования например когда кто-то скопировал контент какого-то документа на вашем допустим сайте разместил у себя это одна из причин внешние дубли нередко возникает из-за технических скажем так причин например ваши разработчики решили немножко подшаманить вас ваш интернет ресурс сделать редизайн или что-то еще улучшить его и создали копию тестовую копию вашего ресурса и разместили на тестовом сервере где соответственно выполняют работы по редактированию изменению настройки вашего интернет ресурса по улучшению в результате может оказаться так что на разных соответственно URL адресах на разных доменах на тестовом и на вашем официальном рабочем может оказаться один и тот же контент причем в данном случае дублем будет являться не просто какая-то отдельная страница дублем будет являться весь ваш ресурс и это еще более глобальная проблема теоретически потенциально с которой необходимо естественно также разбираться почему я сейчас говорю разбираться почему это проблема и почему с ней надо что-то делать потому что в большинстве случаев если мы говорим про в частности продвижение интернет ресурсов поисковых машинах то для поисковых частности машин это проблема почему потому что идентичные страницы с идентичным контентом забивают поисковый индекс они не являются чем-то уникальным они по сути дела увеличивают в разы объем обрабатываемый поисковым индексатором информации без какого-либо принципиального выхлопа в большинстве случаев поисковые машины стараются от дублей отказываться избавляться потому что выполнять обработку идентичных по содержанию страниц это мартышкин труд бесполезная работа как правило поисковая машина стремится я говорю про поисковые машины в целом да про индексатор про алгоритм работы поисковых роботов и так далее стараются определить в большинстве случаев исходную страницу то есть каноническую или как еще их называют там перво перво основную то есть ту которую можно было бы назвать оригиналом к сожалению и вот здесь могут возникнуть огромное количество тоже вопросов поисковая машина не всегда может определить оригинал корректно потому что чаще всего это можно сделать косвенными методами то есть например посмотреть на дату когда допустим страница появилась поисковом индексе или в интернете и это косвенный признак далеко не всегда он может быть корректным можно поглядеть на какие-то другие опять же на ссылки допустим когда появились ссылки на этот документ на одном ресурсе и на ссылки на тот же документ на другом ресурсе по издате возникновения и дальше по списку то есть есть несколько разных способов попытаться определить какая какая же какой же из дублей является оригинал тем не менее как я уже сказал это все способы косвенные однозначно здесь решить этот вопрос часто невозможно и как следствие может произойти ситуация например с той же с тем же сайтом который является нашим тестовым дублем то есть например нашей тестовой копии сайта для выполнения каких-то работ поисковая машина может по каким-то причинам распознать ее как основную и в этом случае произойдет изменение поискового индекса а именно что делают поисковые машины когда они обнаруживают документы в поисковом индексе которые не являются оригиналами в терминологии сел специалистов это называется довольно интересным словом названием часто говорят склейка или выбрасывание из индекса или устранение дублей и и так далее так далее по сути дела тот документ который считается не оригиналом будет признан копипастером то есть просто нехорошим дублером и из индекса такая страница может вылететь или может быть помечено как не оригинальная со всеми вытекающими отсюда последствиями такая страница может оказаться вне выдачи поисковой потому что в результаты поисковой выдачи машина старается как правило подмешивать оригинальные документы то есть дублей копии если они будут наполнять результаты поисковой выдачи расстроит всех пользователей и как правило качество выдачи упадет поэтому поисковые машины стараются в большинстве случаев с такими дублями ненужными бороться и для нас это автоматически тоже становится проблемой если наша задача это продвижение интернет ресурсов по поисковую выдачу это значит мы хотим с помощью поисковой выдачи получать трафик то если вдруг наша страница попадет в категорию не оригинальных или дублей мы со всеми вытекающими последствиями можем потерять эту страницу из выдачи она может вылететь также мы потеряем позиции в результатах поисковой выдачи и соответственно мы можем потерять трафик тот самый ради которого мы с вами эту страницу продвигали создавали это это если кратко что можно сказать про дубль что чаще всего имеется в виду под термином зеркала почему это разные понятия дубли зеркала давайте я попробую эту концепцию проиллюстрировать на примере какой-нибудь странице какого-нибудь интернет ресурсов но допустим даже те же страница на сайте центр специалист я сейчас вот открыл страницу преподавателя в частности свою страницу на сайте специалиста с которой по каким-то причинам исчезла фотографии уже появилась и покажу в качестве примера url адрес в каком виде он сейчас выглядит на сайте в качестве способа увеличения я попробую его скопировать куда-нибудь в блокнот сколько говорили о том что очень мелко плохо видно я постараюсь как-то компенсировать мелкость шрифта здесь и так мы видим что у нас кириллические символы фамилии превратились в транслит такой неправильно говорить это не транслит это специальные символы каждый символ кириллического языка кириллический символ языка превращается в на три символа первый символ второй символ и так далее это как раз одна из тех причин почему все-таки кириллические символы использовать в url адресах не очень желательно хотя это не является прямой проблемой для в частности поисковой машины это конечно не сложность все они прекрасно умеют читать кодировку кириллицы vtr8 но тем не менее даже вот для пользователей это выглядит довольно длинно во первых слишком длинные url адреса получаются во вторых довольно кракозябра кракозябрано и как-то не внушает доверие и так возьму в качестве примера ситуацию с зеркалом что такое зеркало это чаще всего точно также дублирование страницы но только за счет каких-то технических аспектов ее функционирования пример это может быть протокол допустим у нас протокола что тп они а что тпс что будет если мы откроем ту же самую страницу с вариантом без с то есть попробуем открытие по протоколу не секьюрному не а что тпс с в данном случае как вы видите произошло чудесное событие я вставлял документ в варианте без с нажал enter меня автоматически перебросила на версию https сейчас еще раз повторюсь вы можете проделать то же самое в качестве примера с вашим ресурсом в моем случае сам сервер стороне самого сервера сайта автоматически произвел так называемый редирект редирект или переадресация то есть он перенаправил запрос на правильную версию с с и это тот самый случай когда у нас все хорошо в том смысле что у нас зеркало не появилось когда бы она появилась если бы сейчас открылась та же самая страница допустим преподавателя но только с юрал адресом который был бы у нас а что тп то есть редирект мог бы не произойти если он не был настроен на стороне вашего сервера что в этом случае происходит дальше тот же поисковый алгоритм например поисковый робот может по ссылкам или по каким-то иным признакам найти мою страницу на сайте специалиста с двумя вариантами юрал адресов получается что по сути дела одна и та же страница вот эта страница доступна по двум разным юрал адресам по варианту с и вот именно такую ситуацию мы и будем называть зеркалом то есть по сути дела в рамках одного сайта у меня существует одна и та же страница которая просто доступна по двум разным юрал адресам а поскольку в поисковый индекс должна быть добавлена только одна страница поскольку по сути дела они являются дублями только в данном случае они отзеркаливают друг друга просто лишь из-за изменения в протоколе одной буковки по сути дела меняя только сам путь к документу но сам документ при этом по-прежнему один и тот же это по-прежнему файлик который называется васин который находится в папочке трейнер в кофневой директории то есть документа один и тот же здесь нету явления дубля то есть это не два разных документа которые соответственно машина должна среди которых выбрать оригинал или не оригинал здесь ситуация именно такая что документ один и тот же но вот адреса у него разные именно такую вот сложившуюся ситуацию мы можем рассматривать как зеркальность также абсолютно та же ситуация могла бы произойти если бы допустим мы убрали ввв например можно также это сделать и с вашим сайтом если у вас ввв есть то вы можете его убрать если у вас ввв нету то вы можете его добавить давайте я сейчас попробую посмотреть что произойдет в случае если я обращусь к этому же документу но только с адресом без ввв посмотрим сейчас как будут развиваться события по логике опять же повторюсь здесь та же ситуация документ по-прежнему на сервере один это по-прежнему тот же самый документ васин который лежит в папке трейнер в корневой директории но опять же на стороне сервера как вы видите произошло чудесное преобразование а именно сервер автоматически произвел редирект переадресацию моего запроса на вариант с ввв и вот это и есть тот самый метод который позволит нам не допустить зеркалирование документов на сайте называется он редирект на стороне сервера в данном случае то как отработал сервер является идеальным примером как это должно происходить на всех сайтах то есть при попытке обратиться по не основному адресу так называемому алиасу или синониму должно происходить переадресация безусловная запроса на правильный основной единый главный адрес это тот самый метод с помощью которого мы боремся сражаемся с зеркалами повторюсь еще раз почему мы с ними боремся потому что в результате зеркалирования поисковая машина может и должна принять какую-то сторону она должна все-таки добавить в индекс какой-то один вариант тот который она посчитает основным например с или без с с финальным слышом который вот здесь вот мог бы быть или без него кстати тоже еще один вид зеркал давайте я его также попробую открыть посмотрим что получится как вы видите и здесь отрабатывает все аналогичным образом можно похвалить разработчиков администраторов сайта специалист в данном случае происходит редирект с адреса со слышом на адрес без слыша безусловный я сейчас не смотрел 301 он или нет это мы будем уже делать на курсе больше времени когда у нас будет еще важно чтобы редирект был организован особым образом для полной его надежной работы но как минимум сейчас я вижу что попытаться обратиться к мне к тому зеркалу которое у меня основное у меня заканчивается провалом сервер сам перебрасывает мои запросы на все-таки один единый вот этот вот адрес конечный финальный основной это и есть способ избавления от зеркал что же будет если у нас на стороне сервера такие редиректы не настроены в этом случае как я уже показывал ранее вы можете попытаться обратиться по адресу с услышом без слыша с ввв или без ввв с http или https и поскольку во всех случаях вы в конце концов все равно по идее попадаете в тот же самый документ на ту же самую страницу в данном случае преподавателя центра если редиректы не выполнялись бы то каждый раз эта страница открывалась бы с новым адресом в итоге как я уже сказал в частности при индексации этого документа могли бы произойти самые разные коллизии например поисковая машина яндекса пришла к вам на страницу пришла она по ссылке например с внешнего ресурса а как поставили ссылку на внешнем ресурсе мы контролировать никогда не можем как они поставили так так поставили чаще всего как придется и в этом случае она нашла документ по вот этому адресу например именно он и будет добавлен в индекс то есть без ВВВ допустим все остальные же адреса варианты этого документа будут признаны зеркалами и с ними будет произведена та же самая процедура что и с дублями а именно поисковая машина постарается если их найдет все таки выбрать из них тот по который она посчитает по каким-то алгоритмам внутренним основным адресом и именно его добавит в индекс поисковой машины остальные она либо склеит как говорят уже специалисты я это упоминал слово в переводе на русский на самом деле слово склеит довольно специфическое у нас оно означает все-таки что-то взять к чему-то прибабахать и соответственно намертво соединить тут же смысл несколько иной склейка означает что как правило поисковый индекс просто не основные зеркала ставят для них особые пометки что они являются дублями или зеркалами и в индекс они не попадают просто убираются из индекса в результате может чем это закончится для нас например поисковая машина яндекс пришла и нашла наш адрес и решила что основное зеркало у нас вот такое и добавила его в индекс тот же самый момент к нам пришла поисковая машина mail.ru например и нашла вот этот вариант нашего адреса и добавила в индекс его потому что посчитала по какой-то по какому-то алгоритму основным его в итоге когда оптимизаторы берутся за продвижение страниц у них возникает вопрос а какой URL адрес продвигать вот этот или вот этот будешь продвигать вот этот будешь продвигать страницу в яндексе но потеряешь продвижение под mail будешь работать с этим адресом потеряешь продвижение под яндекс ну и так далее что значит будешь работать ну например внешние ссылки наращивать соответственно вопрос же встанет обязательно какой URL адрес указывать во внешней ссылке все-таки первый или второй транслируемый вес факт упоминаемости авторитетности другие все признаки показатели ссылочные будут работать уже совершенно по-другому вопросы и так давайте сейчас подытожим если мы говорим про зеркала и дубли то чаще всего повторяюсь эти понятия несколько широкие но чаще все-таки когда мы говорим про дубли речь идет про именно дублирование содержания страниц по разным сайтам например это внешние дубли или когда в рамках одного сайта одна и та же страница появляется в разных разделах например или в рамках интернет-магазина это очень часто случается дубли возникает из-за невысокой невысоком невысокого отличия по контенту между страницами допустим у вас в интернет-магазине продаются детские носочки и допустим у них у всех одинаковые допустим целая коллекция у вас одинакового размера и отличаются они только цветом одни оранжевые вторые желтые третьи зелененькие в итоге у вас появляются три карточки товара ну чаще всего все-таки мы делаем одну карточку где есть возможность переключаться между цветами но опять же это может отражаться в URL адресе и таким образом у нас получится что у каждого цвета будет немножко отличаться URL адрес значит по сути дела у нас будет три разных страницы в большинстве случаев никто не будет писать уникальный какой-то отдельный контент под желтые носочки и под розовые носочки скорее всего это будет абсолютная копия содержания отличаться они будут только тем что у них будут разные цвета упомянуты в описании продукта и возможно там цена немного отличаться или еще что-то но этого как правило слишком мало для того чтобы индексатор поисковый признал эти две страницы абсолютно уникальными с уникальным контентом скорее всего он посчитает их дублями что произойдет дальше как я уже сказал если машина считает эти три страницы дублями скорее всего среди них будет выбрана какая-то одна которая в итоге попадет в индекс остальные будут либо помечены как дубли и соответственно в поисковую выдачу подставляться не будут или вообще могут быть выброшены из индекса из поискового а это уменьшит количество документов в поисковом индексе это тоже один из факторов крутизны и авторитетности нашего ресурса и тоже влияет в том числе пусть и очень мало но тем не менее влияет на собственно показатели нашего ресурса как следствие это тоже не есть положительное явление для нас то есть если у нас появился вопрос как бороться с дублями если у нас ситуация в частности с теми же носочками возникла то в большинстве случаев обратить внимание необходимо на метатег тайтл потому что чаще всего именно по идентичному метатегу тайтл и при отсутствии различий в содержании контента может быть признана страница дублем не не уникальные метатеги тайтл причина значит сделать уникальными при возможности description точно так же оптимизировать под каждую страницу и все-таки внести какие-то пусть может быть не критичные но изменения в контент страницы для того чтобы они не являлись абсолютными идентичными дублями но метатег тайтл заголовки это в первую очередь то на что смотрит поисковый индексатор при анализе семантики документа при анализе его содержания и именно эти элементы могут помочь сделать страницы в достаточной степени уникальными даже при условии что это например информация об одних и тех же носочках одного и того же производителя зеркала же чаще всего это все таки они бывают тоже разного типа это может быть могут быть зеркала как доменные так называемые как я вот только что вам сейчас показывал они могут возникать по каким-то другим причинам редиректнутые редиректные или какие-то еще но в большинстве случаев это связано с особенностью существующей нынешней доменной системы имен в которой есть множество алиасов синонимов вариантов когда один и тот же документ может открываться по разным адресам формально с точки зрения URL адресов это разные адреса хочу еще раз показать вот этот пример каждый из этих адресов это абсолютно отдельный адрес ну кроме вот этого да они дублируются например также со слышами без слышов на конце с PHP на конце без PHP на конце и так далее то есть все вот эти нюансы которые связаны исключительно с настройкой работы сервера могут приводить к тому что это может восприниматься как зеркало опять же повторюсь документ один и тот же чем отличается зеркало от дубля а адреса у него разные значит мы можем формально обратиться к этому документу по разным адресам а значит в индексной базе он может быть сохранен либо под одним либо под вторым либо под третьим адресом и вот это вот явление зеркальности оно может быть так же как в рамках одного сайта так и в рамках нескольких сайтов так и вообще может происходить со всем сайтом например надеюсь понятно теперь почему с этими вещами нам стоит разобраться как это сделать и проверить я сейчас показал вам это очень несложно сделать с точки зрения зеркал несложно проверить как реагирует ваш сайт на разные варианты доменных адресов с точки же зрения дублей здесь в большинстве случаев стоит обратить внимание на сервисы по проверке уникальности например можно посмотреть нет ли у нашего какого-то документа который вы проверяете на дублированность идентичных документов в интернете на других сайтах это внешние дубли также можно попробовать воспользоваться в рамках поиска по своему сайту директивой сайт в данном случае я уже попробовал такой поиск запустить вот так он выглядит сайт двоеточие дальше вы указываете доменное основное доменное имя вашего сайта и затем тот поисковый запрос который вы бы хотели проверить вот как раз я нашел довольно интересный такой пример вы видите вот у нас в выдаче первые два результата в выдаче яндекса один из них с адресом где кирилл кириллическое слово написано с маленькой буквы а здесь с капслоком и как мы видим по описанию слушатели хватят хвалят бла-бла-бла вот это все это абсолютно одна и та же страница только по факту это два разных URL адреса как я понимаю и они попали в данном случае попали в индекс это еще радостная новость хуже как правило бывает когда из них какой-то один причем именно тот который вам бы как правило наоборот не хотелось из индекса вылетает и остается только тот который как раз вы и не предполагали продвигать как основной и вот дальше та же самая ситуация в разделе откликов у нас у каждого преподавателя есть отзывы здесь можно почитать что пишут реальные слушатели о занятиях того или иного преподавателя в частности здесь вы видите много страниц отзывов довольно много порядка нескольких сотен здесь в частности у меня 18 страниц то есть точно несколько сотен и каждая страница она имеет циферку в конце здесь контент у них разный стран потому что отзывы разные поэтому склеить их или признать дублями нельзя но вот в результате сейчас вернусь к поиску у меня появилась трейнер респонс 1 2 вот один есть раздел в оси в капслоке и наоборот строчных буковках одна и та же страница вот она трейнер 1 с маленькими буковками и с большими буквами вот еще один пример дубля еще вопросы дубля 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 хочу сказать что более подробно о том что делают оптимизаторы когда работают с сайтом при оптимизации и сайты сталкиваются с дублями либо зеркалами что мы делаем с ними и как мы более детально идентифицируем для этих целей можно использовать в том числе сервисы для веб мастеров например у яндекса сервис яндекс вебмастер для этих целей можно использовать у гугла естественно есть аналогичный сервис и с помощью них можно как находить такие дубли потому что поисковые машины сами об этом сообщают показывают нам эту информацию и дальше уже нам остается только с помощью либо технических средств каких-то либо с помощью работы с контентом есть такое понятие как расклеить страницы то есть например случай если мы обнаружили что какие-то страницы по каким-то причинам либо из-за зеркалирования либо из-за дублирования склеились мы можем определенными методами провести работу чтобы расклеить эти страницы что это значит это значит все таки сделать так чтобы поисковая машина перестала считать их дублями либо зеркалами превратить их в уникальные самостоятельные контентные единицы и добиться того чтобы они попали в результаты поисковой выдачи самостоятельно каждая страница по отдельности масса от этого может быть преимуществ нам как владельцам интернет ресурса более подробно обо всем этом мы 23 числа в ноябре это начнется занятие группа в среду поговорим в рамках курса SEO оптимизации сайта если кому-то интересно кто-то еще не был на этом курсе ждем вас для тех кто только знакомится с интернет маркетингом или выбрал это направление с нуля или был например хорошим маркетологом но только работал не в интернете а в обычных флайм медиа и вдруг вы решили специализироваться в области интернет маркетинга вам необходимо набрать какого-то технического бэкграунда необходимого у нас есть специальный курс который называется интернет технологии базовый курс для маркетологов где мы более подробно разбираем все необходимые технические аспекты контроля над сайтом в том числе что такое коды ответа сервера как выполняются редиректы в том смысле как мы их можем контролировать проверять и при необходимости ставить задания нашим техническим инженерам в том числе как работать с сервисом для веб разработчиков например в браузере и много много других интересных вещей для тех у кого нет необходимой достаточно технической подготовки в области интернет технологии вот того же 23 числа в формате открытого обучения можно будет пройти курс по интернет технологиям базовый курс для маркетолог также приглашаю жду вас вижу что вопросов больше не осталось подходит к завершению наш семинар спасибо большое всем кто присутствовали готов ответить на любые другие вопросы в том числе по любым другим курсом которые веду я по темам каким-то которые возможно вас интересуют смежным но тем не менее в которых я более менее компетентен и способен ответить на вопросы с удовольствием готов помочь вам сориентироваться в выборе курса или просто ответить на вопросы по каким-то смежным направлениям вижу что нужно переводить да хочу еще раз напомнить что все это записывается и у нас в ближайшее время день 2 обычно как правило уходит на обработку видеозаписи и на нашем канале ютюба будет выложена эта информация там уже сейчас можно найти огромное количество видео в том числе и моих мы проводим наши открытые семинары регулярно довольно часто вот например чтобы сейчас не искать долго канал я сразу открою ссылочку на один из последних мастер-классов которые я проводил вот канал специалист тиви на котором вы можете найти все наши записи это был совсем вот недавний семинар по теме криптовалюты криптоэкономика блокчейн как в этом разобраться хотя нет это как раз был год назад но по этой же теме был еще один вебинар у нас совсем недавно в любом случае здесь вот на канале специалист тиви его можно найти вот создание stories в табло вот та биржи криптоактивов текущих условиях это последний был семинар в том числе который проводил я обращайте на них внимание они открытые доступны всем и пожалуйста смотрите спасибо большое вижу много благодарности спасибо вам тоже что присоединились к нам и ждем на других наших курсах на других наших семинарах спасибо